Бессмертный путь От пены для бритья до необычного сюрприза. Что хотят получить в подарок мужчины к 23 февраля? На 23-е, ну, парфюм, наверное, по-моему. Возраст, увлечения не помеха. Они влюблены в мини-танки, машинки и самолеты. Когда пацаны приходят заниматься в такие кружки, то они начинают работать и головой, и руками. Сегодня 23 февраля, День защитника Отечества. Именно поэтому наш гость, человек в форме, и это Николай Устинович Радостев, начальник Барнаульского авиаспорт-клуба ДУСАФ, заслуженный тренер России по самолетному спорту. Здравствуйте, Николай Устинович. Очень рад вас видеть у нас. Спасибо, взаимно. Вместе с ним мы сегодня подведем некоторые итоги недели. Но сначала хотела бы у вас спросить, что стало главным событием недели этой лично для вас? Лично для меня, как и для всего коллектива нашего авиаспорт-клуба, очень значимым велся тот момент, что мы отправили в ремонт самолет Як-52. Это был грандиозный труд, большие затраты с нашей стороны. И появляется, естественно, перспектива, что к лету у нас будет свой отремонтированный самолет Як-52. Я думаю, найдется очень много желающих, которые захотят на нем полетать. Мы на это надеемся. Конечно, это не те 24 самолеты, которые у нас были ранее. Но, тем не менее, как говорится, что-то будет. Все равно один, но мы будем летать все равно. Но прежде чем обсуждать некоторые события недели, хотела бы у вас еще спросить. 23 февраля сейчас отмечают и юные мальчишки, и уже взрослые мужчины, которые действительно служили в армии, и они настоящие защитники Отечества. А вот вы когда почувствовали впервые, что это ваш праздник, и что вы его вправе отмечать? Да, действительно, картинки детства всплывают в памяти. Вот с момента, когда еще детский сад, честное слово, сохранилось в памяти, когда девчонки подходили к нам, мальчишки вот такие стоим, все нарядные по тем временам. Они нам какие-то незатейливые подарки дарят. И называя этот день Советской армии военно-морского флота, и мы чувствуем какую-то причастность к этому празднику, как будущие уже защитники, но это навсегда сохранилось в памяти. А вот первый раз, когда вы уже почувствовали себя во взрослом возрасте? Ну, во взрослом, когда мы принимали присягу, я был тогда в военно-морской форме. И как раз год 50-летия советской власти, большие были события, и служить пришлось на Украине. И вот там такая атмосфера была создана, вот это принятие присяги, когда тебе дали оружие, дали вот этот текст присяги, который мы и так знали наизусть, но все равно перед строем зачитывали, волнение было значительное, знаете, вот прям трепет. Как вот в «Пионеры», когда принимали чем-то, а здесь еще, как говорится, покруче было такое ощущение. Ну, не знаю, тогда у нас так воспитывали, что мы все очень серьезно воспринимали. Спасибо вам большое. Ну, а теперь мы начнем обсуждать некоторые события уходящей недели. Патриотическое движение «Бессмертный полк» объединило уже 25 российских городов, а началось все в Томске год назад. Группа его жителей воплотила в жизнь необычную акцию памяти, посвященную Великой Отечественной войне. Возможность стать его участниками есть и у барнаульцев. Что для этого нужно и в чем заключается основной принцип добровольческой акции, расскажет Елена Макаренко. Начнем движение в 10-10 после того, как мы пропустим военную колонну и военную технику. В торжественном Томском параде, посвященном прошлой 67-й годовщине Победы Великой Отечественной, колонна «Бессмертного полка» самая многочисленная. Впрочем, инициаторы патриотической акции не сомневались, эта идея со временем найдет широкий отклик среди населения. Ведь ее главная задача – объединить потомков и сохранить для них память о героических предках, которых с каждым годом остается все меньше. Хвеченко с Молдавии тоже умер. Но, видимо, нет никого уже. Встать в ряды полка может каждый. Участие в параде исключительно на добровольных началах. Но есть важные условия. Вместо ушедших ветеранов на марш в День Победы должны выйти их родственники с портретами своих дедов и прадедов. В Барнауле с призывом поддержать акцию к молодежи обратился алтайский общественник Андрей Морозов. Я думаю, в каждой семье есть достойный человек, за которого стоит выйти на эту акцию. В краевой столице уже открыли запись участников акции в «Бессмертный полк». Суорганизаторы обещают оказать информационную, а также техническую поддержку. При необходимости, к примеру, помочь распечатать семейные фотографии одиноким пожилым людям. Главное, говорят сподвижники патриотического движения, сделать все возможное, чтобы Великая война и победа из памяти поколений не исчезли бесследно. Я думаю, что это замечательная идея. Эти люди, которые лежат сейчас в земле, они защитили не только Родину, а защитили и этих маленьких детей, я считаю. Страна не погибла. Если и вам дорога память о фронтовиках, возьмите фотографию своего предка-солдата и встаньте в строй 9 мая в День Победы. Елена Макаренко, Николай Шелко, информационный канал «Город». Николай Юстинович, точно знаю, что вы бы присоединились к этой акции, если бы она проходила в Барнауле. Обязательно. Для меня это непростое событие. Дело в том, что моя мама Антонина Еленична, она буквально с первых дней войны и вплоть до массового увольнения женщин из армии, она не до победы воевала, но была на фронте именно в действующих частях. И вот ее рассказы запомнились о том, как на ее глазах буквально гибли люди, она была санитаркой, когда буквально из окопа, в котором она только что перевязала ребят и перешла в другой окоп, попадает в снаряд и всех их там разрывает на клочья. И как это все происходило, я эти картины тоже запомнил с детства. Поэтому я считаю это очень важным и хорошим делом. Помнить надо всех, кто отдал свои жизни за нашу Родину. Спасибо. Я надеюсь, что действительно эта акция у нас пройдет 9 мая и выйдет. Мы присоединимся. Да. А теперь мы к событиям социальной сферы переходим. Карантин по гриппу и ОРВИ на Алтае продержится минимум до конца февраля, утверждают эксперты. На прошлой неделе они зафиксировали пик заболеваемости. Об этом и не только в традиционном обзоре новостей социальной сферы. Рассказывает Ольга Калачева. На сегодняшний день заболевших уже больше 30 тысяч. Только в Барнауле порядка 10 тысяч. Традиционно чаще всех болеют дети. В краевой столице на карантин закрыты 64 школьных класса и 45 групп в детских садах. Эксперты уверены, карантин продержится еще две недели. При условии, что жители региона не накроют вторая волна гриппа и ОРВИ. Такой сценарий развития ситуации вполне возможен, если днем сохранится относительно теплая погода. Награда за труд и, конечно, за талант. 70 жителей края во вторник стали обладателями премии президента России. Напомним, ее вручают победителям и призерам всероссийских и региональных олимпиад. Призерам по 30 тысяч, победителям по 60. Как правило, члены жюри оценивают итоги одного года и по шести номинациям. Здесь и любительский спорт, и художественное творчество, профессиональное мастерство и многое другое. Я являюсь призером всероссийских молодежных и эльфийских игр, которые проходили в прошлом году в городе Москва. Я привезла в край вместе с нашими ребятами бронзовую медаль. И в заключение о масштабном автопробеге. Его организовали студенты-волонтеры и сотрудники дорожной полиции Барнаула. Всю эту неделю они ходили в гости к школьникам. Правда, не ко всем. Объектом их внимания стали учебные заведения, учащиеся которых. Чаще всего попадают под колеса машин. Только в прошлом году в краевой столице в ДТП пострадали почти 200 детей. Трое, увы, погибли. В этом году цифры не менее утешительны. Снова 13 ребят получили травмы на дорогах города. Ольга Калачева, информационный канал «Город». Ну вот такой автопробег решили провести сотрудники ГИБДД. И они ежегодно это проводят с целью профилактики дорожно-транспортных происшествий. Считается это необходимым? И вообще, что нужно такое предпринять, на ваш взгляд, чтобы изменить ситуацию на дорогах? Реально ли это сделать? Вы знаете, мне кажется, прежде всего, надо построже контроль наладить как-то за пешеходами и за водителями, за подготовкой. Особенно за подготовкой. Уровень, значит, надо подготовки значительно улучшить. Потому что сейчас, ну, очень большое количество автомобилей. Иной раз едешь на машине и чувствуешь, что ситуация бывает иногда сложнее, чем в воздухе. Поэтому от водителей требуется много таких качеств, которые присущи профессии летчика. И воспитывать надо пешеходов. Потому что если есть знак, запрещающий переход, значит, нельзя переходить. Ну вот как воспитывать? Ну как воспитывать? Вот надо с детства прививать. А когда видишь, что взрослый человек тянет ребенка за собой в неположенном месте, на красный свет, ну как он может воспитать после этого, что нельзя здесь переходить? Вот своим примером, больше в школах заниматься. Вот ГИБДД – это хорошее дело начали. Я думаю, его надо поддерживать всячески. Понятно. А вот вы сами ездите. Я не знаю, очень много людей, которые просто, может быть, купили права или они не учатся? Складывается порой впечатление такое, что, ну вот, впереди человек, он какой-то, ну, неадекватный, как мы говорим. Там, где надо повернуть, не поворачивает. А где надо бы поскорее проехать, наоборот, тормозит. Это вот в ситуациях таких, и получаются там так называемые пробки. Отсюда и проблемы появляются. А школа огромное количество у нас вождения. Ну, я бы не сказал, что огромное. Мне кажется, много. Ну, много, но вот профессионально готовят. Я, как говорится, не в качестве рекламы, но ДОСАФ – это то место, где действительно профессионально готовят. Действительно профессионально. Они и для армии готовят, и любителей на должном уровне. А вот тем ребятам, которые берутся саммитом, надо как-то повысить уровень подготовки. Ну, хотя бы уважать людей, которые рядом с ним на дороге находят. Да, ну, водители. Ну, смотрю на машине, ускоренная подготовка водителей. Написано, как можно ускоренно подготовить водителя, а потом его пускать самостоятельно на дорогу. Это все равно, что неподготовленного летчика выпустить в полет и думать. А, жить захочет, сядет, как мы раньше говорили. Взлетел, а жить захочет, сядет. Так и здесь выехал на дорогу. Жить захочет, доедет куда надо. А вот тут как-то раз наоборот может быть. Да, да, да. Здесь этот принцип не годится. Надо все-таки подготовку надлежащую проходить. Спасибо. А сейчас предлагаю вам посмотреть обзор на и более интересных событий культуры, по мнению моей коллеги Елены Кузовкиной. Тем более, я знаю, что вы человек творческий и даже поете иногда. Да, бывает. Каждый раз накануне какого-либо праздника многих мучает один и тот же вопрос. Что подарить родным и близким? Дарья Блинова это уже давно не считает проблемой. Она провела для нас мастер-класс по изготовлению мыла ручной работы. Оказывается, создать оригинальный и полезный сувенир совсем не трудно. Было бы желание. Я делала торт свадебный, такого вот размера, сестре на свадьбу. До сих пор стоит. Свадьба была два года назад. Они его до сих пор хранят. Она очень для них памятная. В павильоне современного искусства «Открытое небо» новая выставка. Подобных здесь еще ни разу не проводили. С инициативой выступили родители детей-аутистов. Они захотели показать окружающим, что ребенок с серьезным заболеванием – это прежде всего человек, достойный любви, внимания и просто счастья. Кстати, портреты сделала фотограф Анастасия Коротких. Мы думаем, получилось. Кажется, что детки позировали перед камерой. На самом деле это удачно пойманные взгляды. В музее «Эволюция вещи» в библиотечном информационном центре – земные отблески космических успехов. Главные действующие лица – фотоаппараты, штативы и снимки. В советские времена была даже поговорка – если хочешь кого-то разорить, подари ему фотоаппарат. Выставка, на наш взгляд, любопытная. Кстати, следующую хотят посвятить часам. В музее «Город» в эти выходные проходит третий ежегодный слет моделистов, стендовиков и автомоделистов. Помимо барнаульцев, в нем участвуют представители клубов Новокузнецка, Новосибирска, Кемерово, Павлодара, Томска, Ступино. И это далеко не все. По мнению организаторов, а именно членов краевого историко-технического клуба «Пластмастер», подобные слеты необходимы. В первую очередь для молодежи. Опять же, развитие идет как историческое, так и техническое. То есть, когда пацаны приходят заниматься в такие кружки, то они начинают работать и головой, и руками. Елена Кузовкина, информационный канал «Город». Николай Остенович, а Вы когда-нибудь пробовали мастерить что-то подобное руками? Или, может быть, сразу не в мини-самолеты влюбились, а вот увидели в небе и в большие сразу? Да, ну вот авиамоделизмом я, к сожалению, своему действительно не занимался, но строить, ну как все мальчишки строили, выстрагивали, там кораблики всевозможные, на уроке труда нас там заставляли делать какие-то модельки. А вот то, что ребятишки будут заниматься строительством моделей, это очень большое и полезное дело. Ведь раньше, в советские времена, был такой даже лозунг от модели к планеру, от планера к самолету. То есть, поэтапное развитие юноши, который хочет стать летчиком, пусть он научится строить модели, знать уже конструкцию, и слова там «Лонжерон», «Нервюра» для него не простые слова. Ну, как для меня вот сейчас. Они значат то, что значат. И дальше потом он летает на планере, это, ну, летательный аппарат без двигателя, но он знает, как садить его, чувство земли ему прививается, для летчика на посадке очень важно. И потом он в самолете. А после этого, уже в зависимости от его способности и наклонности, летчики-инструктора ДОСАФ тогда приезжали представители воинских частей и отбирали целесообразное обучение либо на истребителя, либо на бомбардировщика, транспортную авиацию. Вот тогда действительно получались настоящие летчики. И возрождать это дело, я думаю, тоже вот надо именно вот с поэтапной подготовки, а не так, как сейчас готовят. Английский выучил, компьютер знаешь. Уже летаешь. И полетел на втором кресле, на правом кресле. Живую, живое пилотирование надо проходить. Готовить летчиков надо скурпулезно, и за полгода, как сейчас хотят учить летчиков, это сделать нельзя. А сколько надо времени? Вот как у нас было, пять лет, да, мы учились. Пять лет – это срок, ну, наиболее приемлемый. И то не всегда. Ведь не из каждого того, кто закончил летное училище, может стать отличный, замечательный летчик. Кожедуб, например, да? Да. Ведь почему у нас в стране было большое количество знаменитых и исключительных летчиков? Потому что была массовость в авиации. Это как в искусстве, как в музыке. Музыкальную школу заканчивают миллионы, училища уже тысячи, консерватории там еще меньше людей, а выдающимися музыкантами становятся единицы. Так и в авиации, как, в общем-то, и в любой другой профессии, за счет массовости мы можем отобрать наиболее талантливых летчиков. А талантливые, выдающиеся, они и нужны. Потому что на их примере они могут стать испытателями, они могут стать там на сложные, на какие-то очень сложные задания можно будет послать. А сейчас есть у человека возможность заплатить за обучение. Он пошел, заплатил, научился. А может он стать летчиком или нет? Это уже как бы на втором плане, да. Ну я надеюсь, что когда-то изменится у нас политика. Я очень на это надеюсь. Я очень надеюсь. Вот с приходом нового министра обороны, конечно, ошибки чужие трудно исправлять, но мы все надеемся, что... Будут у нас известные летчики. И из Алтайского края, и из Барнаула в том числе. Да, и огромная ошибка. Закрытие лет на училище – это огромнейшая ошибка. Но я надеюсь, все все-таки исправится. Ну а мы продолжим и переходим к спорту. Полтысячи гимнасток собрались на Алтае. Сергей Шубенков стал вторым в Британии, а юные каратисты готовятся защищать родину. Обзор самых заметных спортивных событий недели у Юрия Борлиса. 32 команды из пяти стран, почти 500 участниц посетили Кубок губернатора по художественной гимнастике. В центре Элленс появился современный помост, выступать на котором и прибыли уважаемые гости, мастера спорта. Алтайская чемпионка Кубка губернатора одна в категории кандидатов в мастера спорта Лера Фомина из Краевой спортшколы. Когда мы только начинали проводить соревнования, и у нас были еще ковры, ну, скажем так, очень далекие, у нас были травмы даже из-за этого. Новые приключения нашего звездного бегуна Сергея Шубенкова принесли ему серебро British Athletics Grand Prix. Из-за большой разницы во времени Сергей бежал в 23.00 по нашему. Он находился в Европе ровно неделю и попал в так называемую акклиматизационную яму. Результат Борнаульца 7.58, что на 7 сотых хуже американца Ома Асаге. Но еще зачтутся. Хорошего защитника надо готовить сознательного возраста. А защитника отечества тем более. Тематические занятия для мальчиков и девочек 6-7 лет совместно провели в федерации Кюку Синкай Каратэ и Ушу Алтая. В игровой форме ребята демонстрируют элементарную физподготовку, базовую технику. Макет автомата держат, бегают эстафеты. Направленность боевых искусств патриотична, ведь содержит элемент очевидного противоборства. Соответственно, многие парни к службе в армии отлично подготовлены. У меня ученики есть, которые начали давным-давно заниматься. Сейчас и служат в спецназе ГРУ. Есть ребята офицерами служат. У меня есть ученики, которые сейчас, буквально он вчера звонил, Максимов Сергей. Его назначили командиром полка. Юрий Борлис, Александр Антропов, информационный канал «Город». Николай Остинович, считаете, не рано в 6-7 лет мальчишек, защитников отечества из них готовить, автоматы им какие-то, пусть игрушечные? Я считаю, что не рано. Дело в том, что известная, как говорится, поговорка «воспитывать надо, пока ребенок поперек кровати лежит». Не рано, поскольку чувство патриотизма, чувство готовности человека защищать свою родину, надо именно с раннего возраста прерывать людям, чтобы затем не было так называемых уклонистов, бегают от армии или других каких-то негативных моментов. А то, что он с детства начнет вот эти элементы впитывать в себя, это только на пользу. У нас в Алтайском крае, кстати, существует уникальная возможность организовать такой центр, вот сейчас в целом по стране нехватка летных кадров. Вот создать такой учебный центр, куда вот с шести, там с первого класса принимать, вот, как я уже говорил, модель, потом на планере он полетал, потом на спортивном самолете, потом на каком-то переходном самолете. И иди в большую авиацию, хочешь в военную, хочешь в гражданскую, но воспитывать надо с детства, это... Обязательно. Обязательно, да, и правильно. А теперь мы вернемся вновь к праздничной теме. Носки, трусы и пены для бритья уже много лет являются самыми, пожалуй, популярными подарками на 23 февраля. В этот список еще можно включить галстук, бритву, дезодоранты, гель для душа. Конечно, такие подарки практичны и не расходуют семейный бюджет понапрасну. Однако порой женщины забывают, что мужчина должен быть не только выбрит и в новых носках, но и счастлив. Радость в глазах могут вызвать необычные подарки, которые можно сделать из привычных вещей, добавив армейской символики или юмора. При выборе сюрприза девушкам не стоит забывать и о том, что мужчины – это взрослые мальчишки, которые любят играть, а также о том, что после Дня защитника Отечества придет Международный женский день. У мужской половины Барнаула мы спросили сегодня, какой подарок они бы хотели получить в День защитника Отечества. Любовь к жене. Ну, естественно, дрель. Дрель? Да. Почему естественно? Потому что строиться приходится, ремонт делать дома, в гараже она всегда сгодится. Всероссийский день пены для бритья, поздравляю. Ну, явно не трясаю пену. А что? Не знаю. Сюрприз кто-нибудь? На 23-е, ну, парфюм, наверное, какой-нибудь. Поцелуй любимой женщины, потому что в этот день я вспоминаю, что я мужчина. Николай Остинович, а какой для вас самый желанный подарок 23 февраля? А может быть, помните такой, который на всю жизнь, помните, до сих пор подарили вам когда-то? Ну, вы знаете, вот это вот, не знаю, как традиция какая-то, дарить, лишь бы что-то подарить. Ну, какие для душа, да? Да, отмечить. Или бритву. Это уже не столь важен подарок как таковой, а вот то внимание и слова добрые. Вот здесь ребята правильно там говорят. Один телефонный звонок с добрыми словами. Помню, люблю, но вот в разлуке с женой приходится, конечно, жить. И такие добрые напутствия какие-то настолько приятны и согревают душу, что и никакой гель там не поможет скрасить праздник. И все зависит от того, как человек относится к тому, кого он хочет поздравить. Если он его уважает и любит, он найдет способ и найдет слова, которые будут ему приятны. И, может быть, и дарить-то ничего не надо, просто сказать. Я вас от всей души, от нашей редакции поздравляю с 23 февраля. Желаю вам всего самого хорошего, чтобы все ваши мечты сбывались. А мечтаете вы много, я знаю. Главное, может быть, сбылась та мечта, чтобы у нас готовили летчиков здесь, в Барнауле, именно с маленького возраста. А сейчас дам вам возможность быстренько поздравить своих коллег. Да, вот пользуюсь, как говорится, случаем. Хотелось бы поздравить всех мужчин, начиная от юного, детского возраста, и взрослых уже, и ветеранов всех, с этим замечательным праздником, Днем Защитника Отечества он сейчас называется. А для многих он по-прежнему День Советской Армии и Военно-Морского Флота. Бодрости духа, как говорится, здоровья, и не унывать ни в каких ситуациях. А я напоминаю, что гостем нашей студии сегодня был Николай Устинович Радостев, начальник Барнаульского авиаспорт-клуба ДУСАВ, заслуженный мастер спорта России по самолетному спорту всех мужчин. С Днем Защитника Отечества. Увидимся в следующую субботу, чтобы вновь подвести итоги недели. Спасибо вам. Вам спасибо.